Добрый день, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на канале СОВЛМАШ. Сегодня продолжаем рубрику разбора ваших вопросов и ответов на них. Добрый день. Дмитрий Александрович, прозвучало очень интересное мнение от некоторых экспертов, причем не первый раз его встречаю, о том, что будущее за асинхронными двигателями, а проект наш занимается асинхронными электродвигателями. Вот что можно по этому поводу сказать и как это прокомментировать? У вас тоже была такая песня, кто-то крикнул, видишь, жирал большой, ему видней. Да. Так, как всякому эксперту видней. Но, но, все ли мы знаем и все ли мы понимаем в том, о чем говорим и о чем судим. Я думаю, что, как в том анекдоте, да, что все знает, но уже ничего не может сделать, это только патологоанатом. А это точно. Поэтому точно так же и здесь. Но вот когда говорят, что будущее за асинхрониками, что вот высококортизативные магниты, бельдиси двигатели на их основе, вот за ними будущее. Хорошо. Ну тогда будем говорить, что все пишут сейчас быстро. Клятву Китаю верности подданности. Удобно. Удобно, да. Но еще и Афганистану заодно. Американцы рано оттуда решили выходить на то, хотя, может быть, самое время. Вот мне кажется, зря вы об этом сейчас говорите. В Афганистане большие месторождения редкоземельных элементов из серебра. Ведь вот смотрите, вот заявление, иногда диву даешься. Настолько наивно порой рассуждают люди. Говорят, вот литиевые технологии, за ними будущее, за ними, за ними все. Почему? А потому что это литий. Литий, литий и чего? Литиевые технологии доводят до того, что горят квартиры, машины, велосипеды на форумах, посвященных электротранспорту, читаешь. Помогите, сгорела квартира. Помогите, сгорелый дом. Помоги, помоги. Говорят, родненькие. Потому что требования по заряду, там проблемы большие вызывают. И почему, допустим, самолеты не хотят пускать с аккумуляторами и литиевыми? Есть проблема. Говорят, суперемкий, вот до этого мы не могли делать никогда, никто, никак. Вот если бы не Китай, это вообще кранты был. Ездили бы только на свинине. Но забывают, что в Советском Союзе выпускались, так называемые, серебряно-цинковые аккумуляторы, металлогидридные. Говорят, да ну что, 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 эксперты заявляют. У них там 60 циклов заряда-разряда, больше не маги. И 4 грамма серебра на 1 ампер час. Ну, вроде бы да, но по просчёту показывает, если реакция расписатель, показывает, что серебряно-цинковые аккумуляторы в состоянии, ну так, в разы лети быть. Мне всегда говорят, ну а что вы тогда-то сама? Ну, если бы они были такими перспективными, весь мир бы тут сейчас бы делал серебряно-цинковые. Я говорю, ну если ты видишь на обложке красивую женщину, ты видишь, и бы за ней толпы мужиков стояли. Очень хорошее сравнение. Нет, да. Этому есть объяснение, потому что запасы серебра есть где? В России и в Афганистане. Остальное всё на ложке, на поварёшке, на печатке, в Европе выкопарено всё. Ага. Вопрос на засыпку этим знатокам. Вы бы стали для другого государства развивать технологии? Хм. Надо быть идиотом. Ответ очевиден. Да. Но ещё больше я поражаюсь нашим специалистам. Скажи, пожалуйста, что общего между сосиской и... Без анекдот. Нет, вы не о том подумали, Александр. Неправильно. И серебряно-цинковый аккумулятор. Хороший вопрос. И тогда не кто-то. В электротехническом институте идёт экзамен. Профессор вызывает студентку. Говорит, ну, кстати, коллега, какие плёночные изоляционные материалы вы можете назвать? Да. Ну, профессор учила. Ну, вот забыла. Говорит, ну, хорошо, коллега, я отдаю вам подсказку. Чем вы занимаетесь со своим молодым человеком, когда встречаетесь? Профессор, спасибо за подсказку. Эбонит. Нет, уважаемый. Нет, уважаемый. Целулоид. Так вот, между сосиской и серебряно-цинковым аккумулятором их роднит. Целулоид. Угу. Потому что в качестве разделителя мембраны там променяется тот же материал, из которого делается сосиска. Целулоид. А теперь смотрите, что происходит. Если там вырастают дендриды, они целулоид прокалывает, и происходит замыкание. Поэтому 60 циклов. Меня всё время поражило. Ну, балбезы, ну, какого хрена вы тут опихаете целулоид? Что, других мембран нет? То есть, фактически, все эти свойства положительные, которыми обладают данные аккумуляторы, если поменять мембрану, то, в принципе, и циклов будет очень много, и свойства удастся сохранить. Да, это одно. Второй момент. Вот я всегда поражался, когда кто-то строит, ну, допустим, сарай. В Сибири что? Ну, из бревен служит, да? Угу. Там, в другом месте ещё как-то там, кто-то из «Самана» сделает. Шахтёры обязательно шахты стырят спецкрепы СП-27, шахтную затяжку сделать фундаментально-монументальное сооружение такое, которое ядерного удара выдержит, да? Угу. 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 Ну по требованиям военных. Когда спрашиваешь, а зачем? Ну, как зачем? Требования такие. А головой подумать… Говорят, нет. Мы же не будем заниматься этим. Нам не платят, мы не делаем. Потом возникает вопрос, а кто будет делать, да? Кто и будет? Скажут, будем, скажут, не будем. Мы выпускаем продукцию, военно берут, берут, ну и слава богу. И все. А литиевые аккумуляторы, они в пакетиках. А что, нельзя? То же самое можно сделать? Может. А зачем? Вот они делают серебряные, вернее, литиевые аккумуляторы, алюминиевые основания, на нее нанесены слои, свернутые в пакетики. А кто здесь мешает? Это же надо другую технологическую оснастку и так далее. И тогда чего? И тогда чего будет? Сколько килограмм, сколько грамм, сколько чего и так далее. Это же совершенно другая энергетика. А кто мешает вам собрать их, с одной стороны, серебро, с другой, цинк. И батарея у тебя сразу же. Так она же не требует балансирования, такая батарейка. Очень интересно. И так далее, и так далее. Поэтому получается, что, оказывается, можно, но возникает вопрос, не нужно. Никому не нужно по одной простой причине, что запасы серебра в России, в Унистан. А Китай? Ну, там есть. Точно так же и со всеми остальными темами, прежде чем заявлять, что вот это самое перспективное остальное все фуфло, ну, надо, наверное, немножко подумать, так ли это, и немножко глубже разбираться в этих вопросах. Поэтому, когда говорят, что будущее за синхронными двигателями, давайте подумаем. Вот асинхронные двигатели, трехфазная система токов, они созданы друг по другу, одолевая Добровольская. Пускатель включили, поехали. Раньше, кстати, в советских пускателях даже контакты были серебряные, чтобы не подгорали, не окислялись. Сейчас там всякую муть ставят, но, тем не менее, да. Есть электронные пускатели, там, разные, но они не требуют специального оборудования, электроники для регулирования. А все BDC-двигатели требуют управления, контроллером. Это как минимум удорожание общего комплекса? Ну, удорожание, то да. Хуже всего, что контроллер преобразует постоянный ток, в токе, который подается на фазы двигателя. А постоянный ток получается из переменного тока, а для этого применяют выпрямитель. Вот, в частности, я принес, знаю уже, вот сегодня я знал вопрос, который будет задаваться, принес вот пример контроллера. Вот, посмотрите. Можно посмотреть, и мы видим, значит, у него на входе выпрямительский мостик, который синусоид, вот ток переменный, выпрямляют, и там вот такие вот пеки идут. Вот, а потом попадают вот на этот конденсатор. И конденсатор начинает заряжаться только в тот момент, когда по синусоиде ток на диоде превысит напряжение на конденсатор. Значит, не по всей синусоиде, а только в определенный момент времени. Так называемый пик. Да, пичок. Это пик-фактор. Либо PFC. Англоязызма, если следовать этим товарищам нашим, братьям по разуму, да? Вот. И для того, чтобы ситуацию справить, применяются так называемые корректоры мощности. Вот здесь вот у нас стоит пассивный такой вот корректор. Небольшой помех. И давно он немножко и поднимает пик-фактор. Вот. И вот такие вот устройства наподобие этого, они должны будут стоять на каждом моторчике. И вот со всеми этими пик-факторами, пик-факторами от каждого устройства придется как-то бороться. А они создают, в свою очередь, высшие гармоники, которые приводят к нагреву проводов. И картинным маслом, как говорится, приехали. Но, помятуя, что мы имеем дело с реальными людьми, работают в экономике реальные люди, несмотря на то, что есть требования, в Европе, в России есть требования, что я начинаю с мощности 100 ватт, 160 ватт, уже устройство должно быть оборудовано корректором мощности. Ну, нет. Не все оборудованы. Если мы сейчас с вами откроем компьютеры, мы увидим, что там на печатной плате предусмотрена установка элементов, а их нет, и там перемычки стоят. Вот и весь корректор. То есть, это фактически поголовная ситуация с большинством техники? Поголовная. А? А вот в лампочках, извините, еще, а в лампочках светодиодных, там вообще не требуется мощность маленькая. Там все эти, вся эта система питания, тоже выпрямитель, конденсатор, все то же самое, но там тоже нет этого дела. Но, а лампочка не предусматривает это, потому что, скажем так, недоработан конструктив, либо требования? Крыло самолета, цена на нее будет, в каждой лампочке, полноценный корректор мощности, это же сколько она будет стоить. То есть, фактически проблема существует, но она не решается? Нет, ну, решается, но какими деньгами? И все ли готовы платить? И когда вы приходите, вы же смотрите, а вот беру, а это нет. Потому что, знаю, но все равно она сгорит там через какое-то время. А зачем она, да я сэкономлю электроэнергию? Да если она будет работать до конца моих дней, я не сэкономлю. Вот это проблема. Поэтому, пока эта проблема не решена, перспектива в этих двигателях ограничена. На транспортных средствах, с автономным питанием, там да. А вот все же, если немного расширить саму проблематику, то есть, вот на сегодняшний день существует энергетическая сеть, насколько я понимаю, и есть потребители, которые в нее подключаются. Вот, собственно, раз эта проблема уже есть, то к чему она приводит? То есть, что мы, как конечные потребители, либо наоборот, как производители электроэнергии получаем? То есть, ведь с этим сейчас все живут. Больше платят, потому что счетчик же, он считает, он же неровый счет, то есть, у площади синусоида. А максимальное значение, перемножили, заплатили. То есть, фактически, перерасход средств? Ну, вроде бы экономишь, но тоже, прям, перерасходишь. Плюс это, когда пиковые токи идут, они нагревают, а если провод медный, либо алюминиевый, там температурный коэффициент сопротивления достаточно высокий, этот нагрев приводит к увеличению сопротивления и потерян. Это много-много-много-много всяких неприятных вещей. Не зря же законодательно введены требования, что выше этой мощности нельзя без корректора мощности. Ну, а продавцы, она же ж. А как вот допускается такой момент, что если есть требование, оно не соблюдается, получается, что поголовно, почему не регулируется? На суде кто? Вот, хороший вопрос. Поэтому, когда у китайцев же спрашивают, почему такие двигатели, да, они что говорят? Какие заказали? Логично. Из чего сказали, из того сделали. А для себя сделать они, для себя мы так и не делаем. У них даже на тех заводах, на которых делают для России двигатели, они для Китая не делают. На тех заводах, которые делают для Европы, они для себя тоже не делают. А там, где делают для себя, туда не поставляют. Вот и весь ответ на этот вопрос. Поэтому, точно даже компьютеры, мы же заходим, покупаем на определенный ценовой сегмент. Ну, можно еще в щелочке, каждый может позаглядывать в свой компьютер и убедиться, насколько это так. Если у него корректор там стоит и нет перемычек, ему повезло, у него все хорошо. Вот, так что, нет, не все так просто и не везде это нужно. Вот, проведу такой пример. Он был описан в изобретателе-рационализаторе советского времени. Там научим сотрудникам НИИ была поставлена задача создать устройство для подрыва зарядов в карьерах. Потому что там не одновременно все заряды взрываются, а с некоторой задержкой. Ну, для того, чтобы отвалить тело. Рудное тело, либо с крышной работы, когда грунт. Вот они создали электронное устройство, программируемые, там написали алгоритмы, математики тоже там программы понаписали. Сделали такую серьезную штуку. Было. И ту же задачу поставили перед, ну, просто талантливыми ребятами. Те тоже решили задачу. Ну, как они ее решили? Взяли трубку, сделали две прорези. Здесь поставили подвижные контакты. Потом шарик бросают туда. Он пролетает и по очереди замыкается. Нужна задержка. А тут подписали, где какая задержка. Насколько проще. Да. И там же описывался случай, когда на выставку, ну, там, импортные компании в советское время представляли, там, прессовое оборудование и так далее. Ну, подходит мужичок и интересуется, там, какие пресса тут, производительность, усилия, там, две тысячи тонн там. А вы, говорит, что фирму какую-то представляете? Да нет, я говорю, сам по себе. А что интересуете, зачем? Да, говорит, тут у меня пресс тут есть один. Вот я сравниваю, что он может. Говорит, а где вы, как часть на лесу, а где он у вас стоит? Да, говорит, я его с собой принес. Ну, те хихикнули, буржуиный так. Ну, посмотрели на него, как на идиота. Говорит, и что можете показать? Говорит, могу. Ну, открывает дипломат, достает, там, вот, такая фигня какая-то. Те что, давят? Давят. А что давят? Ну, давайте образец. Ну, они ему твердость плавно там дали. Ну, раз, открыл, вот туда, бах, положил, нажал. Что-то дернул, что-то зашипело, время подождал. Ну, все, открывает, бах, деталь деформировал образец. Говорит, как? А как работает? Да, тут, говорит, вот, все просто, тут вот поршенек, тут вода, тут углекислый газ. С, это, с сифона. Резко открываешь, она охлаждается, вода замерзает, кристаллизуется, давит. А потом нагреватель от батарейки нагрел, растаял. Это забрал. Шикарно. Ну, поэтому, как говорится, зачем создавать себе проблемы? Когда это все хорошо работает? Вот, говорит, и вот бизнес. Вот я, я бы, на месте, ну, работал, это, векториком, энергетиком работал. Мне бы, вот, предложили, я бы 10 раз подумал, а оно мне надо. Ну, если у меня на насосе, этот справляется, и хорошо, да, справляется. И зачем я буду вот ставить туда бель-диси какой-то? Этот, если надо, я разобрал, собрал прокладки, там, сальники, поменял все. Элементарно, фактически. А вы представляете, когда там вот эти магниты стоят, выдрать ротор оттуда? А плюс условия эксплуатации. Ну, вот, я говорю, человек, видно, и явно соображает, и не чего, и как. Потому что вот в реальных условиях, зайдите в цеха, там, там, стружка, ржавчина и так далее. Вот вы этот ротор вытащили, а потом что с ним делать? Вот он хватанет, эту пыль, грязь. А как вы его очищать от этого дела будете? Ну, вот, лично я сталкивался с таким моментом, когда на обычный магнит налипает немного стружки. Убрать ее оттуда, ну, практически нереально. То же самое там. Ну, это ремонтники, там, рассказывают свои эмоции с использованием ненормативной лексики. Да. Поэтому вот несколько таких отрицательных моментов. И эти моменты являются на сегодняшний день не определяющих. Если они будут преодолены, так, кнопочку нажал, магниты раз, в нейтральном положении на магнит. Это шикарно. И вытащить можно, вставить. Но зачем, когда у нас все есть? Есть некоторые направления, где выгодно применять. Есть некоторые направления, где коллекторные хорошо применяются. Да, вот, ну, даже вот мобильник взяли. Здесь же вибратор стоит. Это что? Это двигатель. С дебалансом. Тут своя конструкция. Но теперь представьте, что такую конструкцию на паровоз поставят. На электровоз. Тоже совсем другая история. Другая история. Поэтому все хорошо для того, для чего оно хорошо. И вот то, что мы разрабатываем современные устройства, подключая их к нагрузкам, к сети, к источникам, мы должны четко понимать, какое влияние мы на них оказываем. Ну, такая и то, что даже если все, ну, так вот, математическая загадка, если все люди, ну, гипотетически представить, что все люди в одновременно пошли в одну сторону по земному шару. Насколько он ускорится или замедленится. Очень интересная тема. Это влияние. И животные, все вот если тормознут они землю или нет. Но воздействие точно окажут. Воздействие окажут. Поэтому мы всегда должны задуматься, а какое же мы воздействие оказываем не только на окружающие средства, но и на сети. И поэтому первый принцип, применяя что-то новое, не навреди. Не навреди. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok